здрасте ну вот не знаю как вам это все объяснять в общем черный кабанчик пропал вчера вчера пересмотрел я вечерний ролик он поел нормально не вечерняя ночной последний он поел хорошо аппетит был у нормальной а с самого утра вот сегодняшний ролик он уже не вышел кушать там кто писал что у него запор понос в общем он переел он не доел что только я не читал комментариях но он целый день очень тяжело дышал точно так как было неделю назад когда вы все я не знала чего у него такое тяжелое дыхание в общем писали возможно от того что он зуб проглотил а возможно от укола железа короче не знаю что случилось сегодня утром он поел а потом больше он вот эти все три-четыре кормления он уже ничего не хотел есть то есть он тяжело тяжело дышал но сейчас пришел все я его убрал чтобы вам не показывать ну осталось это осталось два два штуки с этими все было нормально с самого начала то есть у них не было ничего ну как бы короче они самого первого дня сюда детки сюда вот ваша соска я им принес теперь только как их двое не буду и вносить полную она им не надо на тихо сейчас там создался там подожди 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 все это твое но не спешит не спешит нормально что все真的 не спешит не спешит не спешит Ты уже не хочешь, давай ты чуть-чуть доешь, давай. Свинка стала крупнее кабанчика и мне кажется она и кушает чуть больше и вот так. Все я принес 200 миллилитров, по 100 грамм съели. Им хватит, ну вот так. Три недели можно сказать, можно сказать я вместе с вами их кормил, можно сказать все кормления вы присутствовали по три по четыре раза, по три по четыре кормления в день я вам снимал. То есть я показывал что да как они едят, но вот эти двое поросенка, которых только что я кормил, они родились сами, они у свинки поели молозиво, это вот это им сохранило жизнь. Я не знаю, я могу только предполагать почему так получилось с кабанчиком. первых, то есть все три поросенка, которых я достал из свинки путем кесарского сечения, два пропало в первые сутки, а один вот видите как бы прожил, ну 19 дней можно сказать да. Эти родились сами, эти пили молозиво, поэтому у этих как бы желудок запустился лучше. И ну вот эти уже большие, свинка кормит и сразу убегает. Почистил у малышни, вот так, завтра детворе, ну уже можно сказать сегодня, уже 6 число, первый час, я пришел покормить поросят, тут все накормлены, напоены, мне нечего тут будет делать, я просто пришел покормить поросят. Я здесь был два часа назад, ну и вот уже, даже не два, три, три, в 9 часов я управлялся, ну вот так, его он уже в 9 часов пропал. Все, я взвешивал тех поросят в неделю и взвешиваю этих поросят в неделю, это получается вот 6 числа этим неделя, а тем можно сказать 7 будет 3 недели. Что я могу сказать, все равно поросятки со свиноматкой, не все равно, а тысяча процентов, что поросятки со свиноматкой в разы лучше и крепче. Ну, я думаю, мамуль, мамуль, чистил там, свинки опять злятся. Вот так, 6, 10, сегодня 17 штучек снесли, молодцы. Сейчас мне надо им кушать, насыпать. Тихо. 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 Вот так. Видите, как, как все быстро. Вчера кабанчик чувствовал себя хорошо, я уже как бы строил на него планы, а сегодня уже раз и нет. Вот такое возможно, даже с вот таким абсолютно здоровым любым поросенком. То есть ты пришел, а по непонятной причине с ним что-то произошло Просто, знаете, когда кормит свинка, то есть ты не думаешь, почему так произошло Все от свинки зависит и от поросенка А тут же ты кормишь сам этого поросенка И теперь думаешь, что ты сделал не так, да? Лепешки Что случилось? Мне написали в комментариях, что это может быть отечная болезнь Но отечка это эшерихиоз, возбудитель эшерихиаколи Но она развивается у поросят после отлучки где-то через 2-3 недели Поэтому это мы отметаем, это не может быть отечка А вот то, что может он хлебнул молока в легкие Понимаете, как бы вдохнул как-то Или он сальто сделал, но он тогда не пил, когда он сделал сальто Я пересмотрел ролик и пытался понять, что произошло вчера Что сегодня, когда я пришел, он уже так тяжело дышал Что произошло, я так вам и не могу сказать Все прошло, видите, как быстро и все, кабанчика нет Вот так, но это точно не отечка При отечке такие заплывшие веки, налитые Как бы, ну вот, соединительная ткань над веком наполняется жидкостью И такой у поросенка сонный вид У них такого нету, ну и рано То есть тут еще нельзя так сказать, что это отечка Девчонечка На, еще воды На Написали мне, почему по этой не даю яблоки Я не даю овощи свиньям, ну, как бы, еще и зимой Это, во-первых Во-вторых, эти яблоки покупные Почему я их даю манки и овсянки? Потому что они кормят поросят То есть, как бы, ты нож Вот С Пепой ничего не случится, если Если она яблочко не съест, она и так жирная Так что, маночка Так что Пепа обойдется кушать Покупные яблоки Потому что, на Кому-то из зрителей этого хочется Будет лето Соберем свои Вот спрашивали У меня такой большой сад Овсяночка, на На, свинюш Спрашивали Такой большой сад, что делать Да вот, свинки будут кушать В любом количестве Сколько хотят эти яблоки Да? На На Маночка, на На, девчон На Не кусай только меня Я тебя кормлю яблочками Скажи, только хочется К тебе привыкнуть Как ты лезешь в загон чистить Оно Те же Ну, то есть Вот там устроили туалет Вот тут И вот тут И оно так же Через доски Ну, как бы Запах чувствуется И эти бармоты Тоже начали Вот там мочиться А почистить К ней не зайдешь Она кидается Так я Зашел сюда Выгреб Вот так через перегородку Сюда Забрал лопатой Короче Ну, весело Со свинкой Так что Ну, вот такие дела На На еще На На Не будешь меня кусать? На И ты Девчон Че ты улеглась? Давай тебе в корыто Накидаю яблочек Давай Скажи Сильно медленно Даешь На Кушай Вот зараза Носом своим Опачки На Вот вывалилась Дай Вот На Там самая вкусная Соломинка С сена Да? На И тебе Давай Дам И тебе Давай Ты мои хорошие Кормите Деточек Да? Написали в комментариях Там Дозировку Ну, я видел Таня мне Присыл Комментарий Я ей Сказал Но я не видел Этот комментарий Именно Под видео Но там Звучало так Сколько давать Железа Свиноматке Перед опоросом Во всех Инструкциях Написано В инструкции Есть Сколько давать Поросятам И сколько Давать Ну, то есть Поцвинкам Свиноматкам Перед опоросом Все написано В инструкции Эти На Я Почему Не Ну, то есть Не могу вам Ответить Сколько Сколько Давать Правильно Потому что Все препараты Разные Абсолютно Все препараты Железа Разные Есть с селеном Есть с витаминами Есть чистое Железо Поэтому У каждого препарата Своя дозировка И она везде Написана В инструкции Так что Ну, то есть Не на все Если бы вы хотя бы Написали Какой препарат Вы будете колоть То ладно Я бы сам посмотрел Инструкцию Для вас И ответил А так Вы просто написали Сколько колоть Железо Свиноматки За три недели До опороса Абсолютно Непонятно Сколько нужно Ну, то есть Сколько колоть Потому что Не знаешь Какой Препарат Вы используете Все Вот так Что я могу сказать Про поросат Эти поросятки Родились Килограммовые И То есть Они В неделю Будут весить Больше Чем те Весили В две недели Потому что Во-первых Те родились Мелкие Во-вторых Они не Ну, то есть Питались Не материнским Молоком Это вот Для сравнения Я сегодня Пересмотрю ролик Вес поросят В неделю Ну, какой у них Был У тех И завтра Взвесим Этих И посмотрите Насколько Эти лучше Вот так Жирка Завтра Поедем Завтра Поедем Куплю пилу Для сада На На Жирка И рыбий жир У меня закончился Убери нос Не буду на тебя Лить Убери нос Подвинься Оп Вставай На Все Закончился Закончился Вставай Девчуль Вставай Моя хорошая Все Это было Последнее Мамулечка Толстые У тебя Поросятки Да Можно Кого-то Взять В ручки Липушоночка Такого Вот Такой Какие Какие Толстые Все 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 Какие Толстые Кабанюки Они Да Свинки Будут Кормить Поросят Пять Недель Через Пять Недель Поросят Забираю И сразу В первый День Как Отлучил Поросят Колю Свинки Препарат От Глистол Я Колю Ивермектин Один Миллилитр На Тридцать Три Килограмма Мне Он Больше Всего Нравится Но Знаете У Ну Животных Часто Бывает Привыкание К Препарату И Ну Можно Конечно Менять Но Это По Желанию И Потом После Отлучки Поросят Вы Прокололи Ей От Глистол Где-то Через Три Тире Семь Дней Свинка Приходит В охоту И Ее Можно Покрывать Это Для Тех Кто Спрашивал У меня Ну То То Глистую Я Свиноматок Или Нет Кабаны Кабаны И Не Ну Не Рабочие Свиноматки Которые Не в работе Глистуются Раз в сезон А Свиноматки Получается Раз в пять Месяцев Вот Вот Так Еще Еще Прочитал В комментариях Что У Свинки Которую Я Подсадил То То Свинки У поросенка Которую Я Подсадил От Овсянки Нет Петна На Голове Типа Он Темнее Типа Вот Типа Типа Поросеночек Вот Это Поросенок Обсянки Потому Что Тогда В день Опороса Я Я Их Не Запомни Мне Это Не Важно Но Вы Написали Что Типа У Него Нет На Голове Пятна И Еще Вы Удивляетесь По Поводу Синхронности Кормления Вы Посмотрели Как Кормят Свиноматки На Свинокомплексе То есть Там Там 50 100 Свиноматок В одном Сарае И они Точно Так же Кормят Одновременно Не потому Что Ну Так Нужно А потому Что Свинка Издает Звук При котором Поросята Идут Кушать А Чавканье Поросят Ну Как бы Стимулирует Другим Поросятам Тоже Идти Просить Тить Так Так Что Вот так Куда Лезешь Все Покушаю Сейчас Буду Заканчивать И еще Знаете Удивительно Что Поросенок Ну Вот этот Поросенок Вот этот Сосет Как бы Ну Не могу Сказать Что Полноценный Сосок Потому Что У того Соска Который Он сосет Нет своей Доли Молочной Просто Он Это Дополнительный Сосок На доле Другого Соска Как бы Как вам Объяснить Но Поросенок Ни чуточку Не худее Не меньше Других Как бы Ему я вижу Что молока Достаточно Но я думаю Вы поняли О каком Поросенке Вот об этом Тут есть сосок Он намного Меньше И он Стоит То есть Посредине Двух Нормальных Сосков Ну и Поросенок Что-то За него Уцепился И Пьет Его И Достаточно Толстенький Вот С рыбьим Жиром Свиноматки Едят Чуточку Лучше Мне Ну как бы Мне это нравится Но все равно Ну как бы Во время Кормления Поросят Свиноматки Должны кушать В два раза Больше А мои Съедают И то С трудом Съедают Я вычищаю Один раз В день В корыте С трудом Съедают Ту норму Которую Они ели Во время Супоростности То есть Они не стали Кушать больше Я им сыплю Как и сыпал Килограммовую Ну вот Литровую Кружку С утра И литровую Кружку Вечером Я им могу Насыпать больше Но они не съедают То есть Нет смысла Ее сыпать Не знаю Почему так Поэтому Свинки Очень худеют Во время Выкармливания Очень худеют Вот этот Вес поросят Который Ну Вес гнезда Это примерный Вес Который Свинка Теряет Во время Кормления Конечно Если там Их супер Кормами Какими-то Кормить С супер Добавками Они не будут Худеть Но все равно Все свиноматки Худеют Вот например 10 поросят Ну килограммовые Они родились Вот тут 11 Да например И по 4 килограмма Наберут за месяц Это 44 килограмма А свинка Была 130 То есть Вот эти 44 килограмма Она сбросит Как бы Отдаст поросятам И будет у нее Вес Чуть больше 80 килограмм Ну ничего За следующую Супоростность Во время Супоростности Свинки Хорошо Набирают вес Обормоты Мелкие Ну вот так Кормишь Кормишь Детки Написали Возможно Ему было Жарко Ну они же Не закрытые В таком В таком Жарком Пространстве У них Свободно Все Вы видели Изначально Я закрывал Ну то есть И так И там Корбок ставил У них было Там теплее Потом они Стали старше Я это все Убрал У них Свободно Но под лампы У них Точно Не жарко Так что Он мог Вылезти Это не от жары Ну и точно Тяжелое дыхание Точно не от запора Жалко Кормил Три недели И нету Поросенка Все 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 покормили Их будут Спадки Да Ладно Друзья Всем большое Спасибо За просмотр Как есть Так и есть Показываю Вам все Что Происходит Ну и Всем Пока Пока Тараканы Все Друзья Всем пока